Прямо сейчас за мной Савеловский сити, один из множества пока что полумертвых районов Москвы. Такие районы отстраивают на самых важных пересадочных узлах, бизнес-центрах и других сосредоточениях бизнеса и капитала в городе. В Москве, благо, таких очень много. Еще год назад это была абсолютно вымершая земля, а прямо сейчас мы приехали сюда снимать, и даже на углу, на котором мы стоим, постоянно кто-то ходит. Одни идут в кафешки, другие возят какие-то грузы, и это место уже полуживое, хотя еще год назад оно было абсолютно вымершим. Еще через год внешне везде будут виднеться старбаксы, салоны с ноготочками, крафтовые пивоварни, а внутри будет находиться еще огромное количество стартапов, кэшбэков, всяких современных сервисов по перевозкам, транспортировкам, 3D-моделированию, программированию и еще куча всего, чем вы ежедневно пользуетесь. Все эти люди где-то сидят, проводят свои сделки, переговоры, и такие огроменные дома построили с абсолютно точной уверенностью, что их заселят, что найдутся люди, которые будут все это арендовать, покупать и приносить еще большую прибыль. Те дома еще виднеются, но мы зашли чуть-чуть вперед за огроменную парковку, потому что, ну, здесь, очевидно, будут жить состоятельные люди, без парковки не обойдутся. Чтоб подростки не бесились, вот дети те самых богатых людей и не шлялись по подворотням, им построили здесь скейт-парк, но так как все эти зоны, они осваиваются не одновременно, мы, увидев благополучие, которое вот только что построили, можем увидеть то, что здесь было раньше, буквально отойдя на пару шагов. И это все вы видите каждый день, и создается ощущение, что вот есть, очевидно, новое, классное, прогрессивное и старое, отстойное, безвкусное и вонючее. Это, знаете, вообще в жизни каждого поколения очень важный момент, когда оно понимает, что не все, что им говорили отцы, правда, правильно и работает. Во многом они ошибались, но единственное, вот в этом пубертатном взрыве осознания, очень часто в графу плохое, нерабочее и ненужное записывают лишнее, знаете, просто загребают заодно. И вот, по-моему, одна из важнейших, огромнейших таких заблуждений, которые есть у моего поколения, это то, что образование абсолютно бесполезно. Здрасте, вы на канале Сейна. Если вы наберете на ютубе бесполезное образование, или как сделать свой бизнес, или что-то в этом духе, вам вылезут тысячи советчиков, которые все выглядят чуть-чуть так безвкусно, как-то нелепо, говорят не очень убедительно и шаблонно, но зато все рассказывают про то, как образование вам никак не поможет, но зато вложиться в криптовалюту, или открыть свой бизнес, или там заработать на какой-то популярной теме. Всякие вот эти говноинвестиции, вложения в букмекерские конторы, вот любая такая херня, это все примерно одного рода, примерно то же самое, что там ставить деньги на гороскоп, блядь, вот то же самое. Этот ролик призван сделать все наоборот. Рассказать вам про тему образования, его нужности, полезности, и вообще то, что оно и зачем, и насколько ценно в современности, с точки зрения человека, который сейчас на четвертом курсе, уже что-то представляет, и при этом не пытается вам ничего продать, никуда вас завлечь, и вообще никак не ангажирован. Начать стоит с российского образования. Тема, конечно, сложная, неоднозначная, и одним предложением на это не ответишь, потому что у нас есть много бэкграунда. Наше советское прошлое нас совершенно не отпускает, мы его бесконечно обсуждаем, переосмысливаем, нам это нужно, и мы это продолжим делать. Я сам регулярно принимаю в этом участие, слава богу, не на своем канале, но конкретно в Советском Союзе образование гарантировало трудоустройство. После того, как вы получили образование, вы проходили практику, и потом найти работу было совершенно естественным. Сейчас же образование не гарантирует ничего, как бы вам дают диплом, и все, и дальше вертитесь как хотите. Для многих это доказательство бесполезности образования, потому что, ну нет стопроцентной гарантии, нахуй оно тогда нужно. И туда же масло в огонь подливает состояние российского образования. С итак высокой коррупции после развала Союза, во всей этой разрухе в 90-е годы, про которую вам каждый день напоминают, образование действительно стало доступно абсолютно каждому, и можно даже сказать слишком доступно. Потому что покупались экзамены, дипломы выдавались ни за что, да и прямо сейчас половина ваших знакомых, которые учатся в высших учебных заведениях в СНГ, они там вполне возможно пинают хуи, ничего совершенно полезного не делают, половина пар формальные, да и вообще вот слово формальность лучше всего описывает ситуацию с современным российским образованием. Оно вот что называется для галочки. Просто нужно, чтобы был диплом. Но любая система, даже вот такая кривая, косая и состоящая из двоемыслия, если она долго работает, значит на то есть причины. Просто так этого происходить не может. Что угодно, если оно не имеет смысла, оно в итоге не выживет. Если вам вдруг интересно, что это за кофта на сей и не весь видос, то это замечательная фирма Youngwoodwear, с которой я давно сотрудничаю. Отличные ребята, отличные шмотки, всем рекомендую, ссылка в описании. Какой смысл у нынешней системы? Про это говорить вообще не особо принято, но у нас и исходя из конституции, и исходя из остальных вот законов и общественных принципов, которые у нас есть, дети это как бы не совсем люди. То есть до 14 лет у вас прав и свобод примерно столько же, сколько у домашнего животного. В 14 лет вы уже получаете паспорт, можете водить мопед 16, заводить на себя банковскую карточку, и с 18 лет вы уже можете покупать бухло, водить любые машины. Для каждой страны это законодательство варьируется, но так или иначе вы именно полноценным человеком становитесь только с 18 или с 21 года. Но почему тогда вот таких полноценных людей не берут на работу? Потому что представьте себя с точки зрения работодателя. У вас есть два варианта. Два человека, которого вы можете нанять за одинаковые деньги, выполнять одну и ту же работу. Допустим, какую-то несложную. Один. Это 18-летний чувак, который последние два года своей жизни только и делал, что готовился к какому-то злоебучему экзамену. Не типа изучал какую-то сферу и становился в ней большим специалистом. Не типа получал какой-то рабочий опыт или подготовку там ко взрослой жизни или что-то такое. Нет. Он учился конкретно писать один ебучий экзамен и больше ничего. Что он вообще будет делать, ему никто никогда не говорил. И учить его тебе предстоит очень много. Или у тебя есть второй чувак, который постарше и который последние 4 года вертелся как раз-таки в условиях гораздо более похожих на рабочие. И у тебя там написано, что он сдал такие-то, такие-то предметы. И, возможно, вот то, что написано в графе специалист, для тебя действительно и не важно, как для работодателя. Но то, что он смог все это пройти, действительно имеет значение. Иначе говоря, вузы сейчас в России стали своеобразной передержкой. То есть вот людей, которые выпустившись из школы, уже вот, ну почти готовы, но при этом на них нужно будет потратить слишком много времени и ресурсов, чтобы научить их на работе. Их отправляют в вузы, они там набираются жизненного опыта и только тогда идут работать. Однако то, что такая система действует, совершенно не значит, что нельзя научиться на что-то полезное и что образование не может приносить пользу именно по специальности и именно исходя из навыков, которые вы там приобретаете. Вообще важно понимать, что является решающим и определяющим фактором ценности сотрудника сейчас. Это его уникальность. Если вы умеете делать что-то, что не умеют делать остальные, то это делает вас незаменимым сотрудником, соответственно, повышает вам зарплату. Потому что заменить вас трудно. Это и значит слово незаменимым. Однако это не значит, что нормальные условия жизни и зарплату суждено иметь там 10 людям на планете, а всем остальным нужно лапу сосать. Совершенно нет. В этом плане уникальности хватит на всех, потому что появляется каждый день огромное количество новых специальностей и новых специальностей внутри уже существующих специальностей. И так или иначе на любой работе вам придется осваиваться, вникать в корпоративные тонкости и конкретно в обязанности, которые возложат на вас конкретно эта должность в конкретно этой фирме. Но база для всего всегда одна. Всегда какая-то новая профессия, новая специальность, новая должность появляется из какой-то уже существующей. И если вы даже прямо сейчас возьмете любую фирму на вскидку и придумаете в ней какую-то новую должность, которая в ней должна появиться, вы примерно сможете представить, какой кастинг вам на нее нужно производить. Однако, если вы абсолютно уверены про себя, что на вас никакая уникальность не распространяется, удача тоже не про вас, и вообще, если вы примеряете на себя какие-то сценарии, то они исключительно негативные, то поделюсь с вами своим жизненным наблюдением. Несмотря на то, что сейчас есть вот прям тысячи разных сайтов с поиском работы, всякие хэдхантеры и все такое, большая часть моих знакомых, которые успешно работают, при том они разных возрастов, разных специальностей, которые успешно и долго работают, они пришли на свои рабочие места через знакомство. Почему? Потому что очень важны связи, и именно их также формирует образование. Люди, которые учились даже не то, что на одном факультете, в одном вузе, как правило, потом в своей профессиональной деятельности еще встретятся. Потому что эти вот факультеты, они в итоге не перетекают в специальности напрямую, а перетекают в скорее разные сферы занятости. И внутри этих сфер, по окончанию любого вуза, если вы действительно знаете, куда вы идете и зачем, у вас будет огромное количество связей. Даже если 90%, даже если 95% группы в вашем вузе будут пинать хуи, и вообще придут туда просто, чтобы, ну, знаете, посидеть на парах, и в итоге никак ничего полезного делать не будут, то оставшиеся 10% станут для вас очень полезными связями, и потом помогут вам найтись. Тот человек, который окажется вашим знакомым знакомого, он может за вас поручиться, потому что, да, я с ним там учился, он мог там учиться, способный парень, типа. А по поводу собственного бизнеса, своего дела в любом виде, и вот всех прочих вот таких штук в духе «Все, это нахуй не надо, всего сам добьешься вообще без всего». Знаете, какая главная проблема дизайнеров, фотографов и всех других вот творческих специалистов, которые обслуживают там бизнес, госзаказы, что угодно? Знаете, какая главная проблема? Система «Заказчик». Спросите любого дизайнера и фотографа, каким образом получились их самые худшие работы, за которые им в итоге стыдно, они скажут из-за того, что так хотел заказчик. Идете по улице, видите какое-то говнище понастроено, или там отвратительная вывеска, ужасное оформление, тупейший шрифт неподходящий. Это все чувак, который решил, что ему виднее. Зачем доверять профессионалу? Я сам лучше знаю. Дело в том, что он вот действовал по такой логике, что да, систему можно наебать. Эти все чуваки, которые там что-то по 100 лет учатся, блядь, потом 100 лет практикуются, спрашивают у тех-то экспертов, у тех-то экспертов. Это все рудименты, бессмысленность. Я сам все решу. И в итоге на нашем примере, это ярче всего видно на нашем, в смысле, на примере России, потому что у нас это зашло очень далеко. Опять же, эти злоебучие 90-е дали вот подобным умельцам выбраться на свет. И вот посмотрите на эти здания. Они находятся в центре Москвы. Вот соседствуют рядом с этими крутыми хипстерскими заведениями, которые так вписываются в город, такие клевенькие. И знаете, мы воспринимаем хипстерское как новое, крутое, и вот которое отрицает все, что было до этого. И оно гораздо лучше, потому что оно новое, а старое как нечто консервативное, поросшее мхом, неактуальное и уже потерявшее какой-либо смысл. Хотя на самом деле все наоборот. Вот ту ебучую безвкусицу, в которой жить невозможно, и от которой уже глаза вытекают, их как раз-таки сделали вот эти самые self-made men, только вот русская версия. А как раз-таки вот эти прекрасные городские пространства, в которых уютно и хорошо, и о которых мы мечтаем вот абсолютно везде, чтобы чувствовать себя нормально, просто идя по улице, все это построили люди с образованием, которые знали, что они делают. И это, в принципе, самая важная херня, мне кажется, чтобы сейчас в жизни найтись. Ты должен знать, что ты делаешь. Когда вы выбираете профессию или, в принципе, свой род деятельности в ближайшее время, смотрите на него не как на заоблачные дали, там возьмем, пример, профессию журналиста. Не нужно смотреть на это как то, что вы будете как Рауль Дюк, там вот сигаретой на длинном мунштуке, ебашить на лимузине объебанной, куда-то писать репортаж, или там в свете софитов рассказывать какую-то сводку новостей по федеральным каналам, передавать важнейшие новости, там, я не знаю, вот любые вот эти вот розовые мечты, которые вы взяли, хер знает откуда, их нужно выкинуть и посмотреть на ежедневную рутину. В принципе, вся жизнь и любая профессия так или иначе скатываются в рутину. И работу, и вот вообще любое дело нужно выбирать именно так, что вы можете больше всего терпеть. Я, как человек, который, по сути, вот ведет свое дело на ютубе уже четвертый год, могу вам сказать, заебывает пиздос. В любом случае, все, что угодно, что вы начнете делать самостоятельно, это тяжко. И даже если вы пойдете вот по проторенной дорожке работать куда-то, это все равно будет тяжко, потому что делать что-то самому сложнее, чем идти по проторенной дорожке. Кажется очевидным, но некоторые вещи просто нужно проговорить. И я бы сдулся еще в первый год, если бы это все не приносило мне удовольствия. Если бы мне не нравилось постоянно это склеивать, монтировать, писать новые монологи. Конкретно вот этот вот видос я сейчас записываю третий раз. Всю эту историю я проговаривал уже дважды. Просто в первый раз покрашился звук, во второй раз покрашилось видео. что дизморалит ли это? Пиздец, как дизморалит. Реально последние силы просто уходят. Хочется все бросить нахуй. Но нет, оно мне нравится. И важная штука, которую я заметил на четвертый год, в начале, когда какой-то человек только увлекается чем-то для себя еще новым, ему кажется, что сейчас я все здесь заново изобрету. У меня, черт подери, все круто, без всяких ваших этих долгих школ обучения и опыта. Я и так все умею, все могу. Но оборачиваясь на свои работы спустя несколько лет тяжелого труда, обучения, как раз таки нарабатывания навыков и опыта, он смотрит на свои работы и говорит, господи, каким я был еблоном. И это нормально, что в конкретный момент времени мы не можем объективно оценить свой уровень профессионализма и крутости как специалиста. Но это жизненный опыт огромного количества людей. И поверьте, уж лучше чему-то учиться несколько лет и потом оглянуться на свои работы и сказать, что мои старые работы говно, чем в какой-то момент оглянуться на свои работы и заметить, что они никак не меняются. Что пять лет назад вы делали ровно то же самое. Или еще хуже, оглянуться на работы конкурентов и понять, что ты вообще не на том уровне. А такое происходит повсеместно. Вы можете посмотреть, это ведь регулярно фортится, наша оппозиция не упускает всякие проколы власти, она допускает очень много проколов. Это власть. Каждый раз какой-нибудь вот чинуша, который сделал очень дебильную улицу, там тупой сквер, или допустил какую-то еще вот такую совершенно идиотскую ошибку в проектировании или планировании чего-то и в итоге людям от этого плохо, просто потому, что он не знал, как на самом деле это нужно сделать и не обратился к нужным специалистам, каждый раз он не может на это адекватно отреагировать. Каждый раз это какой-то всплеск эмоций, в итоге он еще больше демонстрирует собственное невежество и все такие, ой-ой-ой, какая у нас верхушка плохая, там пошумят и разойдутся. Но на самом деле, представьте, насколько ужасно находиться в его положении. Я вообще не могу представить выходов из этого положения. И все, что еще хочется сказать на этот счет, это то, что лучше всего в этом положении просто не оказываться. Каким образом? Во-первых, самому быть профессионалом, во-вторых, регулярно консультироваться с такими же профессионалами, работой которых ты уважаешь и работы, и достижения которых обязательно признаны. Вот. Но помимо этого, также нужно и регулярно нарабатывать опыт, следить за тем, не отстаешь ли ты по уровню общему. А как это легче всего делать, если уже есть учебные заведения, в которых все то, что я только что описал, систематизировано. То есть, вы не представляете, насколько я был бы рад сейчас пойти в нормальную школу блогеров. Не типа, знаете, как Андрей Нефедов очень давно такую открывал, или сейчас какие-нибудь еще непонятные люди такие ведут, но они на самом деле не приносят пользы. А если было реальное учебное заведение, в котором были бы реальные профессионалы с реальным опытом работы, реальными навыками и реальным учебным планом, который кто-то одобрил, вы не представляете, насколько мне было бы легче. Все те шишки и ошибки, которые я вот набил самостоятельно, я мог бы их избежать и набивать совершенно другие шишки. И сейчас иметь бы продукт на 8 голов выше. Но нет, я иду своей дорожкой, мне гораздо сложнее, все очень медленно движется, каждую кочку я чувствую своим самым нежным местом в теле, но конкретно мои косяки в итоге никому не повредят, разве что мне, потому что мой ролик поменьше посмотрит. Но вот прямо сейчас мы находимся рядом со скейт-парком в ботаническом саду, Останкинским. Он огромный, красивущий, прекрасный, но закрытый уже очень давно. Никто там не катается. Почему? Потому что его сначала построили, а потом выяснилось, что он совершенно непригоден, потому что это ровно та же самая ошибка. Люди просто не умели. В качестве примера того, кто умел, можно привезти, допустим, хлеб-завод, который целиком состоит из разных мест, притом там не только, допустим, едальни, но еще и магазины диджиая, магазины какого-то непонятного шмота, комиксов, диджейских примочек, в общем, всего того, чего еще пять лет и в помине не было, но это уже успешно сделали. Кто? Готовые профессионалы. К чему весь этот долгий спич? Знаю ли я, что я буду делать через пять лет? Нет. Уверен ли я, что буду как-то охеренно трудоустроен или что мой канал там наберет 8 миллиардов подписчиков? Нет. Уверен ли я, что буду заниматься тем же, чем занимаюсь сейчас? Нет, нет и нет. Но при этом я абсолютно уверен, что не останусь ни без куска хлеба, ни без любимого дела. Прямо сейчас я рощу свои навыки и надеюсь, завтра не сбомжуюсь, не сопьюсь, продолжу делать то же самое и скилл продолжит расти. В этом плане я доволен, успокоен и желаю то же самое вам. А вот это вот список лучших людей на планете. Это мои патреонщики, а прямо сейчас я вас волшебным движением руки переведу в результаты конкурса с предыдущего ролика. Валя! Так, мы заходим на единственный нормальный сайт, который я нашел, который не пытается продать нам дофига рекламы. Вводим сюда наше видео, нажимаем рандомайз первый раз. Комментов, как видите, 1173. Шансы все равно велики. Вперед! М.К. Донский. Обожаю твои видосы. Слушать Сейна это просто как слушать Моцарта, только интересней. М.К. Донский, свяжись со мной, если я не свяжусь с тобой. Джоли Мэн. Я сегодня покакал. Держу в курсе. Встретимся в паблике, чувак. The True Smith. Халям-балям, хуё-майо. Замечательный комментарий. Максим Соколов. Вы с айтипедию оба одновременно про ЛГБТ сняли. Мы честно не договаривались. Сторм Стормович. Рэп войска. Не знаю, как реагировать на этот комментарий. No Name. Проходку в студии. Видимо, не хватило буквы Ю, но тем не менее, чувак. А, этого No Name я, кстати, знаю. Именно вот с этой аватаркой. Он часто смотрит мой канал. Вполне заслужил побыть в паблике месяцок на халяву. Я. Люблю колую жвачку с корицей. Отличные вкусы. И у тебя к тому же, видимо, Пол Маккартни на аватарке тебе понравится в паблике, чувак. А осталось всего трое счастливчиков. Игорь Черкесов. Это охуенно. Полностью согласен. Добро пожаловать. Пиратос. Май. Или Мау. Не знаю, что ты хотел написать, но встретимся в паблике. И последний победитель. Барабанная дробь. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Джул Джуклер. Приятно видеть, как Сейн развивается и растет. Колоссальный прогресс по сравнению со старыми видосами. Операторские работы и локация просто огонь. Спасибо за видео, сердечко. Спасибо тебе за такие замечательные комменты. Вот ты оказался в паблике. Вот наши дети с победителей. Если хотите попасть в паблик и вы не оказались в этом списке, то ссылка на мой патреон в описании. И участвуйте в остальных конкурсах на канале. Удачи, ребята! Здравствуйте снова. Здесь уже ничего необычного не будет. Здесь будут только мои старые видосы, которые не менее крутые, чем тот, что вы сейчас смотрите. Возможно, более даже интересную вам тему, так что залетайте, смотрите их. Вы знаете, где кнопка подписки.